ребята привет я сейчас нахожусь пожалуй в самом невезучем городе израиля городе который мог иметь огромный потенциал для развития туризма огромнейший но в результате превратился какое-то занюханное провинциальное место этот город называется твери на берегу библейского озера кенерет который еще называют тиберятским озером красивый древний город где есть очень много всего исторического и очень много для отдыха и все от театре и и пляжи и катание на лодках и все что угодно посмотрите какая здесь могла быть красота но не стала знаете невезучесть этого города счет достаточно давно вскоре после создания государства израиль сюда активно завозили иммигрантов из стран северной африки вот эти евреи знаете из марокко из египта и сирии из ирака их сюда активно завозили они здесь жили то есть это были беднейшие слои израильского населения в тот момент времени то есть во многом это демографический фактор определил то что здесь не было квалифицированных кадров и все здесь было какое-то такое бедное пыльное замусорено и ущербно потом уже 60 70-е годы здесь решили сделать такой знаете курорт народного значения то есть да то есть аналог такого взять российского геленджика или нет хуже чем ялта здесь в этом старинном городе среди башен крепости среди старинных церквей мечетей синагог понастроили знаете вот эти блоки в 60 70-е годы уродливые блоки профсоюзных гостиниц которые стоят до сих пор то есть это плохие гостиницы в которые просто возили работников заводов научно-институтов и так далее то есть им не надо было бороться за клиента им не надо было быть хорошими гостиницами и вот эта вот идиотская традиция лишь бы как лишь бы что она сохранилась до сих пор на фоне реально красивых старинных зданий можно увидеть давно заброшенные профсоюзные гостиницы и санатории как бы вам правильнее вот объяснить почему этому городу всегда не везло покажу на примере старинные мечети в его центре во первых обратите внимание как мы попадаем к мечети это центр города центр исторического красивого интересного города здесь было смешанное население до образования израиль из было очень много палестинских арабов все они бежали во время войны за независимость израиля в 48 49 годах вот это было их центральной мечей ну такое ощущение что здесь осуществляется ремонт но честно говоря и три года назад когда я сюда приезжал вот точно так же все это и выглядело вот с таким же точно забором ну согласитесь что вот в таком формате очень трудно развивать туризм вот примерно так в одной картинке видите вот эти вот монстровидные дома построены в 60-х 70-х которые полностью изуродовали этот старинный город посмотреть какая тут сохранилась интересная старинная застройка 18 19 века между прочим все что вы видите вот все эти стены и постройки эта часть громадной крепости построена еще во времена крестоносцев и вот там дальше она продолжается абсолютно крутейшая мощная крепость и что вы думаете она закрыта для посещений с одной стороны тут какие-то сараи замусорены и вон посмотрите здесь взросло плющом там какие-то непонятные постройки и многие туристы даже не знают что тут есть крепость вот стоит в таком виде шикарная крепость крестоносцев абсолютно заброшенная чуть на удалении от набережной твери и вообще мало кто знает что здесь есть крепость и в итоге получается так что город который имеет огромный туристический потенциал огромное количество памятников истории археологии плюс здесь прекрасные пляжи все это не развивается я честно вам сказать мне обидно не обидно я наблюдаю этот город тверио вот уже 33 года что я нахожусь в израиле и он только деградирует становится больше мусора становится больше каких-то деклассированных маргинальных жителей в этом городе я не пойму ребят что происходит вот здесь прямо стене крепости кто-то попытался сделать гостиницу но по непонятной причине у него это не получилось и все это начинание было заброшено как и многое другое в твери третий сортные магазинчики со всякой дешевой китайской фигней но очень напоминает знаете вот эти вот арабские базары где-нибудь в иордании или в египте ну что-то вот такое совсем уж копеечная для определенной маргинальной категории людей иначе как кошмаром вот эти вот постройки 60-70 не назовешь уродство совершенно конкретное одна из вот таких вот про союзный гостиниц леонардо видите раньше какое другое имя носила они все как будто строились по стандартному уродскому проекту вы посмотрите все эти гостиницы сделаны на один манер 60-х годах да и вот это вот тоже которую мы только что проходили но и что еще стоит добавить то посмотрите центр города прогулочная улица ну вот блин что это за хрень ну просто стыдно вторые этажи вот всех вот этих построек они обычно заброшены то есть снизу еще теплится какая-то жизнь что-то делают все уродливые лестницы которые ведут никуда на втором этаже все нафиг заброшено загажено закакано да и собственно и здесь тоже смотрите идет код а кончик хвоста у него белый а вот здесь интересно здесь русская миссия в твери здесь же гостиница ресторан кстати обратите внимание вот здесь вот написано наверное это мигает и вам это плохо видно но здесь написано что мы находимся минус двести десять метров ниже уровня мирового океана здесь же по соседству находится греческий монастырь но это не случайно это же святые места тибириадское озеро в оригинале твери была окружена крепостной стеной вот здесь вы видите эту стену вы видели уже саму крепость а здесь стена но стена находится в таком заброшенном полуразрушенном состоянии что на нее ну реально грустно смотреть этот замечательный город как вы поняли на берегу озера кеннер был окружен крепостной стеной со всех сторон то есть как бы старый город крепостная стена крепость внутри церкви мечети старинные снагоги старинные кладбища старинный базар ну то есть вот очень очень красиво было все интересно а потом я не понимаю как так получилось что после образования израиля в то время как в целом израиль эту землю я имею ввиду всю эту израиль да то есть они озеленили засадили создали здесь богатая красивая передовое государство вот конкретно здесь просто какой-то ужас здесь вот застряли шестидесятые годы какое-то маргинальное население которое ходит мусорит срет везде я честно говоря понять не могу но мне очень обидно я очень надеюсь что когда-нибудь город твери действительно получит то туристическое значение которого он достоит в принципе ребята это все пока а я поехал домой